Продолжение следует... 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 Современная лингвистика оперирует понятием «корень слова», причем возможно, что это понятие сложилось не без влияния знакомства западных языковедов с индийской языковической традицией. Так или иначе, на протяжении XIX-XX веков несколько западных исследователей брали за составление списка корней древнеиндийского языка. Однако, западные составители санскритских словарей также не могли обойти эту задачу. Так, в известном словаре Мония Вильямса большая часть санскритских слов сгруппирована по корням. Различные списки тхату, тхату-батхи, с одной стороны, и различные списки корней древнеиндийского языка, составленные западными лингвистами, с другой, отнюдь не идентичны, в большей или меньшей степени, различаются между собой. Исследование этих различий и исследование истории составления всех этих списков представляет большой интерес не только для санскритологии, но и для языковической науки в целом. Представлены на диссертации три глава. В первой главе рассмотрены традиционные индийские понятия тхату в широком контексте индийской языковической традиции. Описывается история создания и составы различных списков тхату, тхату-батхи. Во второй главе предпринят сравнительный анализ понятия тхату с одной стороны и понятие корень в западной лингвистике с другой. Показано, что понятия эти совсем не торжественны по своему смыслу. В частности, различия между этими понятиями предопределили и различия между традиционными индийскими тхату-батхами. С одной стороны, и теми списками древнеиндийских корней, которые составляли западные ученые в 19-20 веках. Особенно рассмотрен вопрос об общем числе корней в древнеиндийском языке. По этому вопросу существуют разные мнения. Расскаждение подсчетов обусловлено разными причинами. Одна из важнейших – проблема статуса различных планетических вариантов, которые можно считать одним корнем, а можно двумя и более. Другая причина заключается в том, что в тхату-батхах есть немало таких корней, которые реально не засвидетельствованы в дошедших до нас текстах. Эта проблематика не нова, но выводит, помимо прочего, к вопросам сравнительного индоребейского языкознания – санскритская юбхата. В третьей главе я обращаюсь к проблемам структуры древнеиндийского корня и к проблемам будущего единого, унифицированного описания корней древнеиндийского языка. В этом описании должны будут соединиться достижения и традиционных индийских языковедов с их метками метаязыка – анубанхами, и западных лингвистов нового времени. Важнейшие идеи для создания такого списка корней предложил Андрей Н.П. Заязняк в хрестоматийной статье 1975 года. В своей диссертации я попытался развивать эту идею, но вполне осознаю, что в этом направлении предстоит еще предостаточно работы. Важную часть моей диссертационной работы представляют приложения, всего их пять. В них представлены в той или иной обработке важнейшие из имеющихся списков древнеиндийских корней. Особое значение имеет приложение номер 3 на 236 страницах, которое, как мне кажется, составляет наиболее ценную часть данного исследования. Это конкордан с корней и их значением. В основу моего конкорданца положен конкорданс 11 тхатупатых, изданный пальцем. К нему добавлены важнейшие списки корней, составленные западными учеными – Олтол Бёртлингом и Уильямом Витни в XIX веке, и Манфридом Майерхофером и Ходзигом Вердве в XX веке. Мне кажется, что моя работа имеет не только сугубо научное, но и практическое значение. В частности, инвентарь древнеиндийских корней интересен не только сам по себе, но и как основа огромного лексического корпуса. Поэтому моя работа имеет ценность для будущих составителей санскритских словарей, в частности, словарей санскритско-русских, а также, разумеется, для тех, кто изучает санскрит в университетских курсах или санскриятельно. Сам я в настоящее время работаю над составлением обратного словаря санскрита, и представленная диссертация тесно связана с ним. Благодарю вас за внимание. Обратный словарь нужен для чего? Для того, чтобы, например, находить слова с одним и тем же суффиксом, небесполезная задача таким образом решается. В санскрите у нас получаются достаточно крупные такие выборки, которые облегчают, в моем случае, например, в частности, находить разные ошибки в этих словах. Потому что некоторые слова получаются сгруппированные, необычные. И вы, наверное, нашли какие-нибудь ошибки? Порядка трехсот ошибок стоят путем обратного расположения слов. То есть это упрощает задачу, но не только для нахождения печаток, соответственно, это как бы такая грязная работа, но и она нужна раз в двести лет. И стихи писать, наверное, можно. Да. Собственно, одно из направлений, собственно, это в каждом слове имеется информация о том, сколько там есть матра. То есть, собственно, мы, эта вся информация там записана, и, собственно, я показывал индийским ученым этот список, и, собственно, они сказали, что в этом списке можно легко давать имена детям, например. И вы сами, наверное, пробовали писать стихи? Нет, не грешен. А имена родительства, да. Да, именно, да. Имена это полезно. А то, например, закон собирается, что какие-то именно медиа по-русски? Никак, как-то. И вот еще какие-нибудь вопросы, пожалуйста. Вот Андрей Кибрик. Да, у меня такой вопрос. У вас становится на защиту определенных положений, и самое первое положение начинается с таких слов. Термин «корень» должен трактоваться по-разному в санскритологии и общем языкознании. Вот я хотел бы уточнить, что вы имеете в виду под словом «должен». Это вы себе представляете, что так и дальше должно быть, что в санскритологии одно, а в общем несказание другое. Или это констатация актуального положения дела, разница между традицией, традиционной санскритологией и общей лингвистикой. И вот можете как-то пояснить. Спасибо за интересный вопрос. В данном случае мы имеем дело с констатацией в актах. Дело в том, что когда, например, в отечественной теоретке включается термин «дхату», часто отразивается почему-то «перивычный корень». То есть есть некая предпосылка, почему ученые считают, что «дхату» — это «перивычный корень». То есть на самом деле это две... Ну то есть так сказать нельзя ни в коем случае, потому что вторичных корней там более чем достаточно. То есть исходя из разницы в методологии и, собственно, да, в методологии и в задачах, мы имеем два толкования. То есть нельзя сказать, что «дхату» и «корень» синонимичны, но в общем они живут параллельно получается. И когда индийские ученые стараются дать, пояснить термин «дхату», они этих проблем не испытывают, то есть они спрашивают, а зачем вы вводите другой термин, то есть уже есть «дхату», зачем вы пытаетесь его пояснить? Ну и вводит так, как первозданную единицу они воспринимают. То есть в данном случае это просто «данность», значит, но ввиду... То есть это надо учитывать, когда читаешь, например, индийские работы, и не только индийские, что знак равенства между этими двумя терминами не может стоять, хотя часто и смешивают, и смешивают достаточно выдающиеся ученые, скажем так, действующие в поле общего языкознания. Хорошо, понятно, спасибо. Есть еще вопрос? В таком случае достаем слово на очереди. Простите, Дмитрий Прасухин. Уважаемый, председатель, уважаемый, еще раз в Союзу, уважаемые коллеги. Проблема корня является одной из центральных индийских заказнений, и она была рассмотрена весьма подробно в самых первых трудах индийских грамматиков, начиная с Яцкина. У грамматики Панине корня просвещен специальный раздел грамматики Панине. Есть список основных древнеидических корней, состоящих из двух тысяч единиц. Однако к Яченинку проблему корня стало весьма все сложным, потому что древнеидические грамматики исходили из, в общем-то, представления о том, что корень – это некая более менее ясная схема индийских. В последующих коллеги министров поставили это из-под сомнения. Они приводили различные, редко противоречащие и взаимосвещающие определения корня. Мартис Юрий Юрьевич рассмотрел всю эту большую проблематику, предложил свою собственную концепцию корня, показал опору на труды Яцки и Панине, как из корня может пророждаться древнеидические грамматики. Дал свои весьма подробные фундаментальные списки корней древнеидических заказов, составленные по разным параметрам, они составляют двух. Они занимают больше правильных текстов его диссертации. Таким образом, он безусловно разрешил актуальную научную задачу. Это я могу констатировать. А вот как он разрешил, об этом я говорить не буду. Вы знаете, мой покойный учитель Алексеевич Широков. И сам следователь принесу меня тоже, металя тоже этому научу. Никогда не хвалить своих учеников. Я Бог сказать много добрых слов о работе Мартис Юрьевича, но делать это не буду. Предоставляю оценить его работу всем официальным, неофициальным оппонентам, а также тем присутствием. Благодарю за внимание. Спасибо. Слава предоставляет ученый секретарь. Для оглашения заключения и внешнего объявления идущей организации института жестоковедения. В заключении сектора общей конкуративизации института и заказания. В заключении отмечается актуальность темы исследования, теоретическая значимость диссертации, практическая ценность работы. Отмечается, что положение и другие материалы диссертации и вносы по периодам вкладывают в работе в изучение лингвистического развития. Могут быть использованы в курсах в историю лингвистических обучениях в общей великой знаниях, введениях в физкультологии, а также в искусствах по сравнительно историческому языку. Отмечается, что диссертационная работа является законченной научной исследовательской работой. Диссертация «Состав устроек древних лингвистских корней истории изучения» Космосу Марксуса Юриевича, рекомендуется обращительно за искание ученых степени и кандидатов филологических наук по специальности 10.02.20. Отзыв ведущей организации Отзыв составлен ведущим научным сотрудникам Института Восстоковедения РАД доктором физиологических наук Сергеем Александровичем Крыловым. Отзыв обсужден и утвержден на заседании отдела языков Азии и Африкинства Восстоковения до 2 октября 2014 года. И вот и подписан заведующий отделом языков народов Азии и Африкин Шаряк. Диссертационное исследование ставит перед собой задачу вычленения инвентаря корневых мархем древний индийского языка. Исследование опирается на примерно 40 словарей и справочников, вышедших за последние два столетия, и проводилось с обращением к имеющимся в сети интернет корпусам санскритских текстов, что повышает надежность его результатов. Следование имеет практическую значимость. В первую очередь его результаты могут применяться в лексикографии при составлении словарей и справочников по лексике санскрита. Подтверждением сказанного служит одно из приложений диссертации о правде слова санскрита. Методом сплошной выборки за применением инвестиций и статистики, отбором на территории, результаты которого могут быть использованы функции по лидийскому языку, грамматическому устроению санскрита и истории языка. Обработан значительный по объему материал, почти 45 тысяч страниц словарей, большой и малый дзербургский словарей, Методом сплошной выбором на немецком языке Вальхен Спатьям и Шабдакаль Падрума на санскрите, словаре Апте, а также Каппиллера и Эджетон на английском языке и другом. Приведем одно наблюдение квалитативного характера. Пользуясь базой данных, которая создана в дополнение к печатным положениям, диссертант делал вывод, что во втором издании транскрита английского словаря, словаря Мангер Вильямса, присутствует всего 3,6% глагольных словарных статей от общего количества. То есть всего почти 10500 записей. Но к этим менее чем 4% можно этимологически свести большую часть из этих слов. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка принятых сокращений, списка использованной литературы и древности. Первая глава структура древнегийского перечника посвящена описанию, зарождению морфологического мышления в древней недели, в частности, способом цитирования корней до и после памяти, а также роль корня в описаниях санскрика со времен Реглета. Глагол занимает центральную роль в описаниях фангоевропейского языка. Именно глагольные системы и санскритские корни стали первым полноописным сегментом европейской грамматики. Пересказана история противопоставления в описании глагола существительства. Вторая глава, понятие глагольного корня и количество глагольных корней. Перечисляют по языке глагольного корня согласно разными юристическими традициями, а также болееogue новых юристические данных. Полученные данные описывают в itu по расхождению количества корней, частотность классов, классных и согласных, распространенные консиональные кластеры, начальные и конечные консиональные кластеры и распределение рядов согласия. Третья глава «Стройкорни и способы морфонологической записи» подводится в разный итог, ибо вопрос морфонологической записи значим не только в дидактическом, но и в теоретическом аспекте общего устройства корня в санскрипте и возможности сравнение с другими европейскими языками. Грамматический строй санскрипте и глагольная система в частности это не просто именитарь грамматических средств, в сумме на всех частных категорх, но вполне упорядоченная и самодостаточная система. Представляет значительный интерес попытка представить варианты возможной морфонологической записи глагольных корней таким образом, чтобы из любой записи вне списка и контекста можно было бы построить по возможности полную и правильную парадигму слова «О». К числу несомненных достижений автора диссертационной работы следует внести список научной литературы, который имеет самостоятельную ценность. Из 525 источников библиографии больше 3 четверти на иностранных библиографиях. Общий объем диссертационного исследования составляет 487 страниц, что формально близко к докторским диссертациям. Среди использованных источников преобладают труды на английском, немецком, французском, а также санскриптский, итальянский, латинский, чешский источник. Обращает на себя внимание приложение, оно занимает больше половины всей работы. Следует выделить и высоко оценить приложение номер 3. Оно является объемным и занимает 9 десятых от отведенного приложения места. Таблица состоит из почти 18500 ячеек, из которых заполненных наполовину строк с переводом около 2200. Полностью укомплектованных ячеек строк с переводом почти 3400, заполнено треть таблицы. Помимо санскриптских корней и холоморфом с неточными соответствиями указаны английские и немецкие переводы. Добавление английских и русских переводов для санскриптских начали делать дальнейшую цифру. Контернац представляет собой таблицу из 500 слов, каждый из которых содержит данные одного из пяти источников. На листе приложения номер 3 размещено 5 характерных источников, которые содержат крупные списки глаголевых партнеров. Отметим, что хотелось бы в дальнейшем, чтобы автор приобретал этот текст в более удобном использовании и анализе формулы электронной базы данных. Корни, отсутствующие в списке пальсула, конкорданты получаются. Поэтому, например, исключен корень, присутствующий и парни. На базу, если некий корень или аммоним содержится только в пальсуле, но отсутствует у остальных, то он все равно у второго, например, второго чана и аста. А заголовочные корни пальсула выделяются жильным шрифтом. После них указывается номер страницы и условный номер 21 и 17 для собеседника его заказчика. Корни, которым из индекса значения удалось найти соответственность, нужны санскритскими значениями. Остальные столбцы, Уитни, Марк, Офер, Верба и Детлинг построены в подобном же принципу с той разницей, что номера хорней у вербы авторскими условиями. Дисплекционное сочинение, выполненное Морисом Юрьевичем и Денгансансом, представляет собой глубокое, весьма оригинальное и в высшей степени самостоятельное исследование. Несомненную практическую значимость разработанных приложений следует осуществить исключительно высоко. Надо полагать, что изыскания в этом направлении будут надольше. Автор реферата 7 публикаций Акшера, среди которых 3 публикации значатся в изданных рекомендованных лапов, с достаточной полнотой отражаясь в эржамиссию этого. Несмотря на высокую научную ценность для индологов-филологов, в работе Максиса Юрьевича имеются и отдельные недочеты и упущения, в основном стилистического характера. Изложение актуальности темы исследований в автореферате сделано также довольно суммой. Имеется ряд существенных ошибок стилистического характера, например, в шестом пункте основных положений уносимых на защиту, да и по всеми тех, что есть неудачные построения фразы, типичные ошибки в том, что логическое положение. Что касается содержательных замечаний, недостаточно проработанных вопросов кормят в современном разговорном санскрите. Хотелось бы, чтобы автор учел замечания в своих дальнейших публикациях по теме исследования. Комплексная выборка в виде корпуса текста, методы и приемы использованные в диссертации обеспечивают достоверность и полноту выводов исследований. Полученные автором результаты соответствуют проведенным ранее исследованиям, но и подтверждая ранее высказанные гипотезы, но впервые дополнительные полные выборки санскритских корней, верифицированные на крупном корпусе текста. Работа заслуживает расширенного диссертация состава строй древненийских корней истории изучения, представленную на сусскание ученых степени кандидата к университетам и наук, представляет собой научно-квалификационную область, которая соответствует критериям, установленным пунктами 9-14. Положение о порядке присуждения ученых степени, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 года номер 842 А.И.А.К.А.С. Марк Сьюисович послуживает в рассуждении степени кандидата к университетам, что специально кандидата к университетам, санкно-исторической, дипломатической и супостовической и дипломатической. Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и культурологии Востока и субфилософии СКУП ДРУ Паримбок, декан гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, профессор кафедры древних языков МГУ ПАМИ, и доцент кафедры русского языка и стилистики и литературного института имени Горького, кандидат филологических наук, не пользуются. Вот вы положительный, сторонно любопытен отзыв декан гуманитарного факультета МГУ ПАМИ. При всем том, что проблематика исследования занижается историко-лингвистическими построениями, намеренным обращением к тому, что уже было и что уже сказано, должен отметить, что именно обращение к традиции заставляет, насколько это позволяет чтение автореферата и статьи диссертанта, сильную сторону поведенного исследования. Раблят безупоризменно представленная традиция изучения глагольных корней, и это вселяет надежду на то, человечество богатым, а нам. Остальные вопросы тоже. Спасибо. Выражаем искреннюю благодарность доктору филологических наук Сергею Александровичу Пролову и ведущей отделом языков Азии и Ахы Зоре Михайловне Шляпиной из Института Востоковедения за высокую оценку работы и оба замечания. По поводу недостаточно хорошего владения научным стилем языка, замечание справедливое, приношу свои извинения читателям. Современных слов даже в санскрите немецком современнию в Иркаллеве, 1988 года, единственной нам известной лексикограф, который ставил перед собой задачу отразить неологизмы, не так уж и много. Из 52 тысяч слов буквально десятки, и ни в одном из них не образованы новые глагольные корни. Словообразование происходит лексико-семантическим способом, как в Ганако, калькуляторе, или комбинации старых слов, как в слове танка. Слова же по образцу аутоянам и баокьянам, печатных слов не засвидетельствованы. И так как они не имеют глагольной природы, нам мало интересно. Спасибо, у меня все. Спасибо. Слово предоставляется официальному аппаренту доктора философских наук Дмитрия Института высоты и медицинского исследования Дмитрия Института высоты и медицинского исследования. Уважаемые гости, в самом деле, наверное, правильно не было бы использовать принципы дисфорс. И в данном случае имел бы еще основания к тому, что уважаемый другой оппонент ближе по научной специальности. Но, тем не менее, я себя отношу не столько к исследователям, сколько к пользователям Санкт-Петербурга. Я просто перевожу и сам не занимаюсь лингвистическими исследованиями. Но, тем не менее, думаю, что... Ладно, школьник так получилось, я зачитаю свою. Диссертационная работа Маркеса Гасмуса результат многолетнего упорного труда над темой, которая, можно сказать, давно обладела воображением автора. Гасмус поставил перед собой весьма амбициозные задачи. Во-первых, проследить, как традиционно индийские, а затем новые европейские языковеды выделяли в демни-индийском языке, в частности, в санскрите, те предположительные исходные морфологические единицы, которые на санскрите называются дгату, а на европейских языках корень. Ну, россин, рут и так далее. А во-вторых, провести сравнительное исследование различных списков таких камней, на предмет выявления важнейших характеристик этих списков, а также сходств и различных изменений. В идеале, конечный результат своей работы Марцис представляет как некий конкорданс древнеиндийских корней, в котором надо полагать, были бы так или иначе учтены все существующие списки, и каждый корень получил бы по возможности исчерпывающее описание, как в синхронном плане, то есть в рамках древнеиндийского языка, так и в плане диахрома, то есть по крайней мере в свете сравнительного индоевропейского языка знания. Такой конкорданс, несомненно, имел бы немалую ценность для исследователей и пользователей санскрита, а также, насколько я могу судить, для сравнительного индоевропейского языка знания. Однако, по признанию самого автора диссертации, эта идеальная цель пока не достигнута, и данную диссертационную работу следует рассматривать как подготовительный, хотя и значительный такт созданию конкорданса древнеиндийских корней. Санитца 184, была цитата. По-видимому, своего рода первым наброском этого будущего идеального конкорданса является приложение номер 3, которое занимает буквально не половину общего объема диссертаций и названное, очевидно, с прицелом на будущее конкорданс древнеиндийских корней. Впрочем, уже и в таком предварительном виде этот конкорданс и результат большой и тщательной работы представляет большой интерес для санскритологов. Состав и строй самой диссертации как целого не вполне экономичный. Так, за введением следует обзор литературы, который можно было бы или включить во введение, или выделить в особую главу, или присоединить к главе к первой. Тогда главы были бы более подобны по объему. За обзором литературы следует три главы, краткое, пожалуй, даже несоразмерно краткое заключение, весьма обширная библиография и пять приложений, на которых, как уже сказано, одно занимает почти половину объема всей диссертации. Ну, такая неканоничная сверия, не может быть, поставлена в БУПРЁ, но просто в первой главе структура под названием структура древнеиндийского перечня корней диссертант анализирует традиционные индийские воззрения на дгату в санскрите, историю становления этих воззрений, а также историю создания и состава различных списков дгату, дгату-падха. Во второй главе диссертант обращается к сравнительному анализу традиционного индийского понятия дгату с одной страны и понятие корень в европейской лингвистике с другой и справедливо отмечают, что понятия отнюдь не идентичны. Эти и другие различия между традиционным индийским и новоевропейским языкознанием обусловили, среди прочего, и расхождение в списках дгату или корней, составленных некогда в Индии, а с 19 века в странах европейской культуры. Таким образом, сугубо, казалось бы, лингвистическая тематика выводит исследователя на более широкую проблематику сравнительного изучения культуры. Это уже мой конец. Здесь открывается простор для дальнейших междисциплинарных исследований. В третьей главе диссертант обращается к проблеме создания такого метроязыка описания древнеиндийского языкового материала, а именно корней. Каковой метроязык сочетал бы в себе и наработки традиционных индийских грамматистов и достижения новой европейской лингвистики. Эта задача тесно связана с задачей создания идеального конкорданса древнеиндийских корней, и поэтому, разумеется, не могла быть решена в рамках данной диссертации. Гассус в своей работе лишь намечает пути будущих решений этой задачи. В заключении диссертант трезво оценивает предварительный характер проделанной им работой и намечает задачи на будущее. Среди прочего, хочу соревноваться с предложением Марксиса Гассуса задуматься о новом полном санскритско-русском словаре, которым, помимо отсылок к достоверным глагольным этимологиям имен чувствительных имелось бы разбивка значения конкретной вокабулы по эпохам санскритской литературы. Конец цитаты. Действительно, единственный сегодняшний день санскритско-русским словарь Кочергиной дает значение санскритских слов без всякой дифференциации по эпохам. Чтобы пользоваться им, конечно, практическое значение работы Гассуса состоится и прочее в том, что ее можно будет использовать при составлении более совершенного санскритского литературы словаря. Впечатляет обширная библиография в диссертации, которая включает в себе 525 к2. Однако, для лучшего восприятия этой библиографии как самостоятельной научной работы ее стоило бы, пожалуй, разбить на тематические глупки. В целом, можно сказать и повторить, что диссертационная работа Марциса Гассуса это, несомненно, плод большого и упорного труда, который не мог не принести впечатляющий результат. Что касается недостатка прецензированной работы, то, на мой взгляд, основным и главным ее недостатком считается следующая часть ее языка. Читать текст диссертации очень трудно, буквально каждый абзац повторного чтения из-за многочисленных стилистических неловкостей. Если автор захочет когда-нибудь издать диссертацию в виде книги, что вполне имело бы смысл, то текст работы надо тщательно проработать в плане стиля, заручившись по возможности помощи опытного издательского редактора, чтобы в результате книга получилась тоже удовлетворительная. Вызывают возражения некоторые конкретные случаи употребления слов. Так, в своей работе автор часто употребляет слова корнеслов и мархимарий, но, по-моему, употребляющие эти слова неверно. Слово корнеслов мархимарий сгасов употребляет, насколько я понимаю, в смысле список корней, однако такое злоупотребление явно некорректно. Словарь Шавкова, например, дает при слове корнеслов по метру книжные устарелые и объясняет его смысл как этимологический словарь. Похоже, корнеслов это новообразование 19-го века вроде макроступов вместо галоши. Насколько было известно, в современной русскоязычной лингвистике слово если я ошибаюсь, я поправлю. Если Марцис Гасселус решил это слово использовать синологически, то надо было бы оговорить тот смысл, которым оно нагружается. Что касается слова мархимарий, то очевидно оно может означать всю совокупность мархим того или иного языка, по аналогии с такими словами как гербарий, глоссарий, инструментарий и так далее. Однако Гасселус употребляет слово мархимарий в смысле список корней данного языка, то есть явно сужает очевидное значение слова. Зачастую некорректно делаются ссылки на литературу. Скажем, некая мысль подтверждается отсылкой на некую публикацию, но при этом остается непонятным, какое именно место в названной публикации, какое суждение или предварительный факт или еще что-то призван подтвердить высказываемую мысль и ссылка оказывается слепой, бесполезной. Еще одно мелкое замечание я вот сюда написал, это касается имени французского исследователя, которого Марса все время называют Юветь. Но это такое устаревшее конечно произношение, как раньше у нас говорили Дедерот. этот Ювее однофаминец известного французского автора 17 века Аббата, которого у нас иногда пишут Ювее, иногда пишут Гювее, но уже никогда Гювее. Так певец. И в заключение это вот, несмотря на высокие знаковетические замечания, можно сказать, что диссертационная работа Гасселса удовлетворяет требования ВАГ. Меня просили еще особо посеркнуть, что пунктом 9 и 10 действующего положения. Я не знаю, честно говоря, давно не перечитывал положение ВАГ, но поскольку вот это требуется, то я осуществлю что пунктом 9 и 10. И вообще, всем прочим, как имеется требование предъявляемого диссертационного заскания ученой степени кандидата в циологическом на УК. Исследовательство, следовательно, Марксис Гасселс заслуживает при создении мужской и научной степени по специальности 10.02.20 сравнительно историческое, типологическое и сопровождение языка знаний. Ну и, так сказать, это сэкомментарная фраза, что авторитвера вполне адекватно отражается для задних ситуаций. Один мой коллега, доктор исторических сам, говорил, что он никогда принципиально эти фразы не пишет, потому что эта фраза предназначена для защиты интересов начальников, которые только решат, потом скажут, мне же сказали, что решат соответствовать суббисистратой. Если суббисистратой не так, я уже не знаю. но у нас много суббисистратой речи рад соответствовать. Да, спасибо. А раньше нужно было бисистратой без наночного руководителя. Да, пожалуйста, вам диагноз. Благодарю уважаемого доктора философских и кандидата филологических наук Сергея Дмитриевича Среберного за подробный и исчерпывающий отзыв по критическим замечаниям. По поводу стилистических погрешностей и способов подачи материала этот вопрос сегодня уже обсуждался. Насчет композиционной неэкономичности спасибо за ценные замечания. Мы их принимаем полностью и безоговорочно. Насчет разбивки на тематические блоки предложение более чем интересное и мы непременно учтем это в будущем. Надеюсь, очень скоро. насчет ЮЭК вместо ЮЭК я сделал это не из консервативных соображений, а из соображений того, что я его склоняю такими разными способами, которые могут его сделать неузнаваемым для данной работы, поэтому я был вынужден его состарить лет на Бресте. Это я сделал совершенно неправильно, но извините, если я кого-то оскорбил. Что же касается терминов корнеслов и морфемали, то действительно говорить их содержание было бы более чем уместно. Под распоревшим словом корнеслов мы подразумевали аналог Дхатупатки. своего рода этимологические слова, список единиц, к которым этимологически можно свести большую часть слов. Под морфемарием мы подразумевали в первую очередь инвентар корневых морфем, согласно подсказке Александра Николаевича Порова. Хотя нами и были помимо корневых морфем вычленены из списка 438 анубанк 370 фонетически различимых псевдо-суффиксов по практике Аякоши Харкари, но ввиду уже известных композиционных нестыковок список остался неопубликован. Отвечая на замечания о некорректности отдельных ссылок на литературу, позволю себе добавить оговорку точнений, базирующиеся на конкретном примере. Когда на странице 17 диссертации речь идет о дихотомии ведийский, неведийский сэнскрит, мы приводим рядом две цитаты профессора Кардона. Одно из них без указания номера страницы, потому что вся работа в целом проливает свет на исследуемые проблематики. Указывать же на первое место, где случайно встречается интересующий нас термин ведийский язык, неоправданно, а опустить вовсе несправедливо. Отметим, что подобным способом инститирования мы не зло подкрепляли. Спасибо, у меня все. Спасибо. Слава представляет социальную оборудовку, кандидат экологических наук, отставить в новой неволожнии. В трудах индийских грамматистов корень дхату является центральной единицей лимбистического анализа, краеугольным камнем построения грамматической системы, исходной точкой синтеза слова формы, однако, несмотря на значимость этого понятия для древнеиндийской лингвистики, проблема определения корня, описания его структуры и построения списка корней до сих пор является актуальной. Автор работы сравнивает понимание корня в традиционных индийских грамматиках и в трудах европейских лингвистов, разрабатывает принципы описания структуры корня и предпринимает смелую попытку создания конкорданца древнеиндийских корней. Обращение диссертантов к столь сложной запутанной теме, которая нарабатывалась на протяжении длительного времени в рамках различных лингвистических традиций, заслуживает одобрение как инициатива, развивающая изучение основных положений индийской грамматической науки. В отечественной лингвистике немного работ, посвященных изучению теоретических положений науки о языке в древней Индии, поэтому исследования подобного характера сослуживают внимание и поддержки. Кроме того, работа имеет важное теоретическое и методологическое значение как для описания конкретного языка санскритного, так и для разработки вопросов общего языкознания. Речь идет, например, о принципах создания порождающей грамматики путем составления списка исходных единиц и описания правил оперирования этими единицами. Под списком единиц можно понимать и знаменитый перечень корней традиционно сопровождающей индийской грамматики. Диссертационное исследование имеет четкую структуру и состоит из введения трех глав заключения и обширной библиографии. Кроме того, важной составной частью работы являются объемные приложения. Всего работа содержит пять приложений. В введении автор четко формулирует цели и задачи исследования, предлагает перечень положений выносимых на защиту, обосновывает актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость предпринятой работы. Далее автор пишет об использованном в работе терминологии, о принципах отбора материала и построения исследования, особенно подчеркивая, что, цитата, для санктивной грамматической традиции крайне важен не просто перечень, а классификация корней в соответствии с их структурой, страница 18. Обзор литературы представлен двумя разделами. В первом анализируются индийские исследования, во втором европейские. Первая глава структура древнеиндийского перечня корней состоит из четырех разделов, посвящена описанию принципов грамматического анализа, разработанных индийскими учеными. Диссертант подчеркивает важную роль формы в системе древнеиндийского языка и характеризует устройство дхапу-падха индийского списка корней. Авторы интересуют цитата способы и причины той или иной классификации единиц, которые сами для индийских лингвистов посчитали нужным выделить в тот или иной разряд санкт-петских корней. Страница 53. Во второй главе понятия глагольного корня и их количества автор рассматривает понятие хата и предлагает его интерпретацию в разных лингвистических сочинениях. Речь идет о формальных показателях корня, о принципах противопоставления первичных и вторичных корней. Отдельный раздел посвящен обзору мнений исследователей о количестве корней в санскрипте, а также о распределении рядов согласных. Работа содержит интересное наблюдение по описанию наиболее часто встречаемых согласных в ведийском, эпическом, классическом, средневековом и позднем санскрипте страницы 121-122. Третья глава «Строй корня и способы морфонологической записи» посвящена рассмотрению структуры глагольного корня в древнеиндийском языке. Автор подробно описывает, комментирует, сравнивает наиболее известные списки корней, отдельно анализирует принципы их классификации. В заключении диссертант кратко формулирует выводы и возможное дальнейшее развитие темы исследования. Работа снабжена списком принятых сокращений и списком иллюстративного материала. Важным достоинством работы, на наш взгляд, является использование авторов таблиц и диаграмм, сопоставление классификации корней залезняка и Морген-Рота в виде таблицы на странице 154. Полный перечень подобного иллюстративного материала автор приводит на странице 187. Список использованной литературы, как уже отмечалось, включает 525 наименований, из которых 400 наработан на иностранных языках. Автор демонстрирует прекрасное знакомство с источниками, по обсуждаемым в работе вопросам приводятся мнения различных исследователей с обязательными ссылками на использование работы. Цитаты снабжены ссылками. В целом работа оформлена очень аккуратно. Работа написана живым, даже слишком живым без икон. Автор использует образные выражения и яркие сравнения. Но нет, оно банка в музейный экспонат страница 79. Или автор говорит о главе, в которой исследуют различные подходы к составлению списков корней, но это не перечень списков, а цитата «Летопись проблем» страница 165. Или автор говорит о том, что он выключал в работу исследования робописи, которые появляются в индийских библиотеках, и ни европейские, ни даже индийские ученые их не касались, и только мыши в индийских библиотеках. По достоинствам работы следует отнести огромный объем исследований материала, хорошее знание литературы в последней диссертации, способность критически оснаслять и обобщать материал, постановка задачи исследования, подробные всесторонние анализы материала, а также выводы, представленные в работе, свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки диссертанта, а способность анализировать, критически оснаслять множество разнообразных источников как и язык, как и европейские традиции. Практическая ценность исследования может быть определена как политическим, так и дидактическим планом. Результаты работы в списке корней могут быть использованы при преподавании на пороге и санскрита, на занятиях по общему языкознанию, по истории ливистических учений. Основные положения диссертации апробированы в форме научных докладов и публикаций разного уровня. 1. Поражает несоразмерность введения и заключения работы. Если введение представляет собой последовательное и подробное изложение целей, задачи исследования и речень положений выносимых на защиту в список из 10 пунктов, то в заключении мы не находим тех выводов, которые позволили поговорить о том, что все выносимые на защиту положения действительно нашли подтверждение в результате исследования. Конечно, выводы автора мы находим в конце каждой главы, но в заключении они также должны быть формулированы и подтверждены. Но вместо этого заключения текст на полутора страницах побольше части намечает дальнейшие пути развития темы исследования. Заключение абсолютно не дает никакого представления о том, какие выводы в собственной работе имеются. Второе. Трудности при чтении непростого материала вызывают отсутствие четкой структуры внутри подглав разделов одной главы. Например, на странице 41 резко заканчивается рассказ о полемике Бюллера и Литни и без всякого перехода начинается описание работ датского санскритолога. В результате нечетко выстроенной композиции глав наблюдается нарушение логической потребительности и многочисленные повторы. Третье. На наш взгляд неудачно сформулировано название второй главы понятия глагольного корня и их количества, которые автор совмещает разные аспекты, характеристики и описания корни. Четвертое. На странице 89, например, приводятся цитаты из работ Гумбольта и Патегни, однако ссылки на работы отсутствуют. Пятое. Очевидно, что автор вспоминает в работе синицкие языки, потому что в инвестической традиции, рассматривающей эти языки, также активно используют понятие корни. На странице 8, например, положение выдвигаемого на защиту подробного 10 опирается на сравнение арабского языка и открыто с точки зрения ограничения ворогарной инфраструктуры слова и корни. Подобного рода сопоставления включают некоторые положения работы в контексте антипологической проблематики, но на наш взгляд подобные сопоставления в работе встречаются эпизодически и носит фрагментарий почти случайный характер. Шестое. Хотелось бы, чтобы автор хотя бы кратко коснуться той роли, которую сыграло понятие глагольного хорня заимствованного индусов в теоретических построениях Шлейхера и Мюллера, тем более, что автор ссылается на этих исследователей. Однако, очевидно, нельзя объять необъятное и перегружать без того огромную и насыщенную работу. Выставленные замечания не умоляют достоинство работы. Все вышесказанное позволяет заключить, что работа в состав из строя древнодийских корней истории изучения представленной на соискании ученых степени кандидатов филологических наук по специальности 10.02.20 сравнительно историческое и этикологическое и сопоставительное языкознание полностью соответствует пунктам 9.10 действующего положения порядка присуждения ученых киней, поскольку представляет собой глубокое самостоятельное исследование одной из важнейших положений индийской логистической традиции статуса глобольного форма на основании тщательного анализа имеющихся работ индийских европейских ученых из Кавкарней. В работе предпринимается попытка создания пропонданс акарней, что безусловно представляет интерес для разработки принципов описания людей в древнем индийском языке. Таким образом, диссертационные исследования выполнены в соответствии с необходимыми требованиями, а автор исследования Басмас Марсис Юрий Сурович заслуживает присуждения кандидата филологических наук по специальности 10.2.2. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность кандидату филологических наук доценту Волошиной Оксане Анатольевне за развернутые и в высшей степени содержательные отзывы. Теперь посуществует высказанных не критических замечаний. Выводы, которые расположены в конце каждой главы, отражают в полной мере то, что мы не стали повторять заключение. Это наша ошибка. Оппонент обратил внимание на объемное видение, и действительно его следовало бы разбить и частично объединить с первой главой. мы не стали разбивать видение ввиду того, что оно почти не содержит новых сведений в отличие, например, от той же первой главы. Структура подглав, увы, претерпела значительные изменения при сокращении текста диссертации, что привело к некоторым нарушениям связанности текста, за что прошу прощения уважаемого аудитории. В заголовке понятия глагольного корня и их количества действительно присутствует логическое несогласование, объяснением которому может служить лишь стремление наиболее полно отразить название содержания главы. Для того, чтобы избежать нескоординированности существительного и местоимения в числе название второй главы следовало бы сформулировать так понятие глагольного в количестве глагольных корней. Отсутствие ссылок на классиков языкознания на странице 89 следует отнести к досадной невнимательности. Следовало бы указать Алпата 2005 73 страница и по темне 1958 26 страница. Являясь явным противником недобросовестного цитирования, я могу вас уверить, что перед печатью специально выверялась корректность расположения всех стрелок в тексте. Следует признать, что типологическое сопоставление с семитскими языками действительно носит фрагментарный характер. Стоя коворки, что полученные сопоставления весьма оригинальны. Подобный экскурс был нами предпринят после переписки Смайер-Кофернс. Обретя список корней из арабо-немецкого словаря «Эра», мы сделали небезынтересные выводы. Имена Шлейхера упоминаются дважды и Мюллера упоминаются восемь раз относятся к той эпохе, про которую трудно сказать нечто новое после Дельгруха и Минтернистов. Заниматься же пересказом удачно сформулированных ранее положений, ввиду и без того большого объема исследования, мы не посчитали возможным. Доказательством того, что данные источники для нашего исследования носят второстепенный характер, пусть послужит факт отсутствия обоих этих имен в антологии санскритской грамматической мысли, составленной нидерландским нендологом санскритцами санскритцами и я исчерпал свой список. Спасибо. Кто хочет выступить? Пожалуйста. А туда назовите. Назовите туда на самом деле. Закопол Четлокинский Игорь Натарович. Знаете, поскольку существует древняя Максима о том, что многословность утомляет царственность, шумеры создали данную Максиму, я буду крайне краток. Не хотел бы распространяться о достоинствах труда человека, которого знаем на протяжении 10 лет, тем не менее скажу о маленьких эксплицитных и имплицитных замерках в связи с данной диссертацией. Эксплицитная заметка касается непосредственного значения данного конкорданса, который является результатом диссертации для преподавания санскритского языка в корень я занимаюсь где-то уже 10 лет. Действительно, к данному списку именно к тому, что существовали определенные противоречия у любого систематично занимающегося санскритом человека или исследователя. Когда встречаешь противоречия между Большим Петербургским, Малым Петербургским и словарем Мориер-Виллимса, есть от чего даже начинающему им было бы прийти или индоэропеисту прийти в определенную степень уныния. Будем надеяться, что данный конкорданс будет снимать противоречия между данными словарными достижениями в области санскритской лексикографии, а также помогать изучающему продвинуться в области изучения санскрита более легкими темпами. Второе. Это имплицитные моменты, которые диссертант с одной стороны мог не знать, но которые вытекают из материала, который Марцис Юрисович представил в своей диссертации. Это сформулировано в начале правильно в диссертации упоминается, что это сформулированы эти Дхату-Падха, сформулированные еще лингвистом Яска впервые. Эти Дхату-Падха представляют собой многочисленные списки ликсем, которые древнеиндийское автохтонное или туземное языкознание обращало пристальное внимание вплоть до настоящего времени. Перед ними имеется определенный пиетет древнеиндийской языковической традиции, в том числе и до современного момента. Изучение этой традиции, здесь Марксюн Юзисович упомянул интересный момент связи с семитским языкознанием, я выкопну еще дальше. Дело в том, что первые лингвисты планеты, аккадские специалисты в области анализа шумерского языка, составили свои первые списки. Эти первые списки, именуемые как Эамальку и Ара-Хубулу, эти первые списки как раз содержали списки всевозможных лексем. Они не были сведены до уровня корня слова, то есть до уровня дга-тупаха. Но это был первый, можно сказать, опыт обобщения, причем уже приближенного к лингвистическому поиску. Поэтому вот этот имплицитный момент, присутствующий в диссертации, тоже бы хотел подчеркнуть. Поскольку я был краток, прошу спасибо за внимание. Большое спасибо. Кто еще хочет высказать? Пожалуйста, дайте мне. Дорогие друзья, я хотел бы поговорить о мышах. Ну, знаете, такая ситуация, что, хотя не принято защищать своего ученика, я должен сказать, что большинство его ошибок, это, конечно, мои ошибки, потому что я заведу кафедрой литературного мастерства, литературного института, доктор филологических наук, писатель, и, конечно, это я виноват, так я его шло получил. Тем более, что закончил он у меня, и должен сказать, что я виноват и в других нескольких филологических ошибках, потому что это я им, и я им сказал, ребята, когда вам начинается роман закончен, и когда вам будет скучно писать, выводы не пишите. Она не говорит, не пишите сметно, это так просто. Вообще, я бы, конечно, не вышел сюда, не стал бы говорить, ну, не очень верно сказали, не собирался писать стиху. Вы знаете, к счастью, нет, он собирался писать прозу. Я подумал, что еще счастье, что я, скрипя зубы, ему сказал, ну, ладно, иди. Вы знаете, конечно, если бы, я ведь отчетливо понимаю, что любая защита, это еще защита не только работы, но и человеческая защита. Потому что я прекрасно помню, как этот плохо говорящий мальчик, я один, который говорит, это платный студент, я готов за него платить, пришел ко мне в ректорат. И я понял, что с этим мальчиком никто у нас в институте не справился. Поэтому я говорю, ну ладно, пускай идет мой семинар. И вот сейчас, через 15 лет, я думаю, сколько же нужно было воли, сколько же нужно было терпения, и какая мощь должна быть у советской культуры, у советской науки, чтобы воспитать блестящего молодого человека. Спасибо. Я хочу только очень маленькое, замечание сделать. Тут очень интересно говорилось по поводу вот этих арабско-семитских параллелей, но все-таки в семитологии, во-первых, там я солидарен с Сергеем Битовичем, слово, корни слово, мне тоже никогда не нравилось, но в семитологии сейчас оно довольно часто употребляется там по понятным причинам, поэтому, видимо, вы оттуда это и взяли. По мне, бы лучше этого не было, но что есть, то есть. Ну вот, а вот по поводу, вот вы тут пишете, что в соответствии с арабо-индийской традицией все слова и словоформы произведены в глагольных корней, все-таки в семитских языках первичными скорее были именные формы, например, первоначальный вокализм реконструируется только для именных корней, а для глагольных нет, поэтому это в общем вещь такая довольно сложная и прямой и однозначным видимо не является соответствием для того, о чем вы пишете. Но это к содержанию вашей диссертации никак не относится, поэтому не прошу не рассматривать это как критическое замечание, я диссертацию тоже оцениваю очень высоко и считаю, что она всего заслуживает. Чего? Спасибо за отдельное замечание. Вообще как заключительное слово. Уже. Простите, я это просто вставка. Дело в том, что установка на индоарабскую скажем так некую предпосылку это установка Андрея Петровича Залезника. То есть тут в данном случае я лишь как рупор не автор мыслей. Соответственно, если есть другие мнения, они, возможно, скорее даже имеют право на существование, но для меня лично мнение Андрея Анатольевича близко и я его не дам на растерзание, даже если мне скажут, что надо, что оно неправильно. То есть я понимаю, о чем вы говорите, мои познания в семитских языках скромнее моих познаний датского языка, но тем не менее некое обобщение в том месте я считаю его оправданным и уместным. То есть я не беру обратно слово арабское в том месте, где оно было указано. спасибо. То есть я не могу сразу его разрешение? Да. Да. глубоко уважаемый член ученого совета, мне посчастливилось оказаться под опекой сразу трех книг вести. Андрей Тольщич Залезняк дал мне надежду. Главное два года и название работы. Константин Геннадьевич Красухин подхватил и ежегодно снабжал новой списком литературы. Поэтому он такой большой. Для прочтения это анна Владимировна Дегон дополнила название и согласно дополненному названию пристально следила и корректировала развитие работы и приложений. Без них не было до этой работы. Сергей Дмитриевич Серебряный из РГГУ не только согласился быть оппонентом не глядя, но и сделал все от него зависящее, чтобы придать мне капель ума. Оксана Турина Волошина из РГГУ была готова читать работу каждый год начиная с 2008 но прошла наконец по моей мнению только в 2014 потому как с каждым годом работа росла и толстила. Выражаю искренне благодарность Сергея Александровича Крылова и Зоя Михайловна Шаляпина из Института Востоковедения за ценные замечания и совет. Спасибо за благосклонное отношение ко мне Татьяна Евгеньевна Никольская из родного детинститута и за угорство пробирания через тернии первозданного текста. Андрею Севову Чапарику из Санкт-Петербургского университета за товарищеское плечо поддержки и свежий взгляд на работу. Институт языкознания сменил не одно название пока я находил своего стена. Большое спасибо вам за оказанное доверие. Благодарю за внимание. Спасибо. Я хочу попросить войти в счет на комиссии Кирилла Яковлевича Глентин Федна и Лареи Горда. Нет возрождений. Пожалуйста, вам откуда я университет. Пожалуйста, покажите лун. Да, лун. Покажите лун. Я университет. Вот это образец. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.